Было это не в тридевятом царстве и не в тридесятом государстве, а совсем недалеко, в Мордовии. Есть там село, Кочелаево называется. Жил в нем мальчонка, звали Федотом, по фамилии Сычков. Родился он 13 марта 1870 года. Были Сычковы в селе самыми бедными, ни лошади, ни коровы. Отец Федотки, Василий, летом чужим людям в батраки нанимался, да бурлаком по Волге ходил. Жили в полуразвалившейся избе. Было у Федотки две сестренки. А еще жила с ними бабушка. Знала она много старинных сказок и долгими зимними вечерами рассказывала их внукам. А еще рассказывала про грамотных ученых людей, которые не только к ней читают, но и пишут их сами. У Сычковых-то никто ни читать, ни писать не умел. Бабушка часто брала Федотку с собой в церковь. Очень ему там нравилось. И как певчие поют, и как свечи горят, а больше всего росписи на стенах. Тут и Иисус Христос, и Богородец, и Николай Угодник. Все строгие, красивые, нарядные. Но больше всего Федотке нравились ангелы-херувимы. Как-то пришел он из церкви, вытащил из печи остывший уголек и начал рисовать кружочки с глазками и крылышками. Все стены изрисовал и уже до печи добрался. Да тут мать со двора пришла. Увидела Федоткины художество и давла его ругать. Выпороть собиралась. Но бабушка заступилась. Да ты погляди, что он рисует, говорит. Ведь это что-то в нем есть мудреное. Похоже, искра божья. Мы-то с тобой ангелов не нарисуем. Надо бы Федотушку учиться отдать. Все времена далеко не в каждом селе были школы. И в Кочелаеве маленькое школьное здание появилось только-только. И училось-то там всего человек пятнадцать. Как-то раз соседский мальчишка, который ходил в школу, похвастался перед Федоткой книгой, где на каждой странице были картинки. Называлась она «Родное слово». Эти книжки выдавали бесплатно всем ученикам. Как увидел Федотка эту книгу, перестал спокойно спать. Так хотелось такую же получить. Стал он проситься в школу. Мать ни в какую не соглашалась. Говорила, что таким беднякам, как они, учеба ни к чему. Выручила бабушка. Никто, говорит, в роду, нашим не был грамотным. А он вдруг сможет научиться читать псалтырь и письма писать. День, когда бабушка обредила мальчишку в новую рубаху и лапти и отвела в школу, стал одним из самых счастливых дней в его жизни. Записали Федота в ученики. А вскоре получил он и долгожданную книжку с картинками «Родное слово». Первую в роду с очковых книгу. Федот быстро выучился читать. Ему это очень нравилось. Но еще больше нравилось рисовывать картинки из книжки. Даже на переменках, когда остальные ребята беззаботно носились по двору, он сидел в классе и рисовал. Заметил это учитель. Подошел как-то, внимательно посмотрел рисунки, и несколько из них отослал в Петербург к знакомому художнику. Ответы ждали долго. Наконец-то ждались. Художник, к которому обращался учитель, писал, что рисунки хорошие, мальчик талантливый, ему бы надо учиться живописи по-настоящему. Но за учебу надо было деньги платить, а их-то в семье с очковых и не было. И так жили беднее некуда, а тут еще и горе пришло. От непосильной работы умер отец, и вся мужская работа легла на Федоткины плечи. Много испытаний выпало на его долю, чего он только не делал. И на поле у чужих людей работал, и милость не простил, и в монастырье помогал, и каждую свободную минуту рисовал. Очень хотелось Федоту научиться иконы рисовать. Как только свободное время появится, тут же бежит в монастырь смотреть, как там художники и иконописцы работают. Однажды купил он красок на три рубля, а в те времена это были деньги немалые, сделал сам кисточки и начал писать иконы. Сначала получалось плохо, но вскоре дело пошло. Увидел как-то его художество мастер-ыконописец и взял к себе в помощники. С утра до вечера Федот растирал краски, колол дрова, бегал в лавку за покупками, чистил и мыл кисти. Отдыха не было ни одной минуты. А хозяин еще и ругал за нерасторопность. Но Федот все терпел и верил. Как только научится сам писать иконы, заработает денег и заживет на славу. Многому научился Федот за время работы у мастера-ыконописца. Вскоре и сам начал иконы писать. А спустя некоторое время стал и портреты рисовать. Нарисовал себя, сестру, мать. Да так похоже, что слава о нем разнеслась далеко за пределы родного села Кочелаева и потянулись к нему заказчики. Узнал о талантливом юноше и генерал Арапове, чье имение находилось недалеко от Кочелаева и заказал ему картину «Закладка станции Арапова». Когда генерал увидел готовую картину, сказал Федоту, «Хочешь учиться, чтобы стать настоящим художником?» «Я постараюсь тебе это устроить». Вскоре генерал Арапов отправился в Петербург и взял с собой Федота. Там, в генеральском доме, юный художник-самоучка удостоился встречи с Ильей Ефимовичем Репиным, выдающимся русским живописцем. Сычко вспоминал, «Илья Ефимович Репин очень внимательно и долго смотрел мои рисунки. Несколько раз у него вырывалось, «Ах, как хорошо, как верно!» Потом обращается ко мне, «Молодец!» говорит, «И что-то даже вроде того, что художник из меня получится обязательно». Федот Сычков стал не просто художником, а знаменитым художником. Он мог бы жить в Москве, Петербурге или в другом большом городе, но всю жизнь прожил в родном селе Кочелаеве. А вот его картины разошлись по всему миру. Чем же хороши картины Сычкова? Да тем, что в них поселилась радость. Здесь нет печальных лиц. Все герои его полотен жизнерадостны, доброжелательны, полны уверенности в завтрашнем дне. Сам Федот Васильевич пережил в детстве и юности много горя и унижения, но сумел сохранить добрые отношения к людям и всегда хотел, чтобы в жизни было больше добра и радости. Федот Васильевич всей душой любил свою деревню, любил и людей, которые в ней жили. Они-то и стали главными героями его картин. Вот перед нами картина под названием «Трудный переход». Художник изобразил незатейливую сценку возвращения грибников из леса. Нельзя без улыбки смотреть, как они с тяжелыми, полными грибов-корзинами перебираются по тонким жердочкам через ручей. Осторожно, с паузами, передвигает, обутые в лапте ноги, старуха в синей рубахе. Другая, склонившись над самой водой, опирается на палку. Смело, приподняв подол полосатого сарафана, шагает по скользким бревнам задорная молодая женщина. Ее корзина за плечами полна грибов, а сверху лежат любовно выписанные художником яркие гроздья рябины. Особенно запоминается смеющаяся девочка в ярком красном платке. Она разулась. Так легче было пройти по бревнышкам, и босая стоит на зеленой траве. Разгоряченная удачным переходом, она не замечает прохлады осеннего дня. В картине «Трудный переход» Федот Сычков без всякого пафоса сумел передать удивительную гармонию между человеком и природой. Сычков очень любил детей. Когда он выходил из дома, ребятишки бежали за ним гурьбой. Знали, обязательно кого-нибудь сейчас нарисуют. А это всякому было лестно. Как-то раз идет, Сычков по селу и видит. На изгороде сидит озорной веселый мальчишка. Увидел художника, хотел соскочить, а Сычков как крикнет ему «Замри!» Достал свой альбомчик и стал рисовать. Так и появилась этюд-картина Гринька. Вот он в стареньком тулупчике и меховой шепченке, как воробушек, сидит на изгороде, жмурясь от яркого весеннего солнца. Кажется, еще секунда и понесется Гринька в припрыжку по деревенской улице. Сычков очень любил рисовать зимние игры и забавы деревенской детворы. Там, где детские голоса, непременно и художник неподалеку рисует свой любимый сюжет «Катание с гор». Одна из первых картин на эту тему так и называется «С гор». Художник изобразил кочелаевских ребятишек, высыпавших на высокий заснеженный берег реки Мокши. Кто-то из них слетает вниз на санках, а самые смелые да ловкие стоят на ногах. Не каждый сможет проехать по раскатанной полоске льна и не упасть, как это удается двум разрумянившимся подружкам на переднем плане. Легко, стремительно катятся они вниз, удерживая равновесие плавным, грациозным и свободным жестом руки. Кажется, что мороз и тот согревает смелых девчонок. Сычков любил детей, а еще он любил цветы. Около его дома их было огромное количество. И не случайно у Федота Васильевича так много картин, где дети изображены среди цветов. Эта картина называется «Девочка в маках». Радостно улыбаясь зрителю, светловолосая девочка стоит среди цветов под живительными лучами летнего солнца, скинув с головы платок. Она и сама будто цветок в красной кофточке, синем сарафане, желтом платочке на плечах. А вот среди буйства летних цветов доверчиво смотрит на нас маленькая девочка, освещенная жарким солнцем. В ее руках скромный букетик цветов, который она, возможно, хочет, но стесняется подарить художнику. Два высоких подсолнуха, как два старших брата, склонились над ее такой же золотистой головкой с выбившимися из-под яркого оранжевого платка прядями волос. Ароматом цветущей вишни и прогретой солнцем земли наполнена картина цветущим садом. Две подружки хохотушки стоят у изгороди и весело улыбаются зрителю. Их лица разрумянились то ли от быстрого бега, то ли от веселой шутки, на которой художник был большой мастер. Деревенские дети очень рано начинали трудиться, помогать старшим. Сычков и это отобразил в своих картинах. Вот эта картина называется ухаты. Две подружки, а может быть и сестренки, наматывают нитки на катушки для ткацкого станка. Одна из них уселась на старое бревно, лежащее покосившееся избы, другая стоит рядом. Они о чем-то увлеченно разговаривают, им весело. Работа совсем не в тягость, когда зеленеет травка, светит солнышко, а рядом, прямо за изгородью, бежит голубая река, в которой непременно надо искупаться после окончания работы. Картины Сычкова не оставляли бы такое радостное, праздничное впечатление, если бы их герои не были одеты так ярко и красочно. Художник уделяет большое внимание народному костюму. Яркие ткани, вышивки на платьях, ленты, украшения – все это пристально и любовно пишется художником. Кочелаева деревня Мордовская, но в ней жило много и русских крестьян. И Сычков наряжает своих героев как в русские, так и в мордовские костюмы. Эта картина называется «Трактористки Мордовки». Его героиня одета в национальный костюм мордвы Мокша, а появилась она так. Однажды в один из выходных дней 1938 года в Кочелаевскую мастерскую Федота Сычкова вошли две бойкие девушки мордовки и решительно заявили «Нам сказали, что вы художник, нарисуйте нас». «А зачем мне вас рисовать?» спросил смелых посетительниц художник, пряча за стеклами очков, смеющиеся глаза. «Как зачем с недоумением переглянулись девушки? Да ведь мы на курсах механизаторов учимся. Будем первыми девчатами-трактористами в нашем селе, может, и во всей Мордовии». «Ну, раз первыми», согласился мастер и взялся за кисти. И вот уже на портрете сидят обнявшись девчата в ярких расшитых рубахах, в замысловатых головных уборах с национальными украшениями из монет на груди. Мордовские девушки и женщины сами шили и украшали свою одежду. С детских лет девочки учились прясть нитки, ткать на цкацком станке, шить и вышивать, как героиня картины Сычкова за работой подруги. Они лишь на минутку оторвались от своих занятий, чтобы приветливо улыбаясь попозировать художнику. С какой любовью и тщательностью пишет Сычков красочно отделанный тесьмой и вышивкой передник на девушке с прялкой, яркие бусы, завязанный по-мордовски алый узорчатый платок на голове. Она еще совсем девочка. Об этом говорят две косички с розовыми ленточками, выглядывающие из-под платка. Но, как уверена, держит она вертину. Чувствуется, что это занятие не только привычно для нее, но и любимо. Ее подруга занята вышиванием. Художник не поленился выписать орнамент на полотенце, вышитые красными нитками, что характерно для народной мордовской вышивки. Эта картина покоряет не только красотой девичьих лиц, красочностью их нарядов, но и ощущением уюта, тепла, безграничной доброты, которую Федот Васильевич Сычков умел так мастерски передать на холсте. Все творчество Сычкова – это рассказ о духовной красоте простого крестьянина, его жизнелюбии, нравственном здоровье, любви к труду, о красоте народных традиций, а еще о красоте и богатстве родной земли. КОНЕЦ КОНЕЦ